Третий тур закончился и завершился весь круглый чемпионат в лучшей лиге. Какие общие впечатления? Самые приятные и положительные впечатления от чемпионата в лучшей лиге АА. Должен сказать, что первый и второй тур мне очень понравился по организации, по поведению. Первый тур мы играли в Гатчине, второй тур мы играли в Самаре, в замечательном спорткомпте КСЕ операция. Этот тур в плане бытового обеспечения и зала, в всяком случае сравнительно с первыми двумя, может быть, вступает. Но в остальном, должен сказать, что организаторы, конечно, очень много сил прикладывают к тому, чтобы проводить чемпионат на высоком уровне. И я сам свидетель, и это мои друзья в большей массе. И я хочу сказать, что они огромную проделывают работу, чтобы обеспечить достойное проведение клубного чемпионата лиги в группах А и Б. Должен сказать, что московским девочкам Рогану Морозу удалось выступать в этом году за бадминтоном клуб Гатчина, за который удалось в их составе выступать. В прошлом году нам удалось выиграть в составе команды Нижнего Новгорода. Мы играли за Нижний Новгород. В этом году за Гатчину. В второй год нам удается выиграть чемпионат в Суперлигу. И сейчас будем серьезно уже разговаривать о том, в каких составах, в каких условиях играть в будущем году в Суперлигу. А есть ли матчи, которые бы произвели наибольшее впечатление на этом турнире? Вы наблюдали многие из них в свободное время? Ну, совершенно замечательно для меня лично выступление Сергея Дона, который сейчас тренируется в Гатчине. Уже, насколько я понимаю, полтора-два года. Сам он из Днепропетровска, из известнейшего советского клуба «Метеор». Я разговаривал летом с его тренерами. Мы были в сентябре в его клубе. Там на «Метеоре» в Днепропетровске мы играли. И сейчас я наблюдаю в течение трех туров на высшей лиге. Должен сказать, что замечательный совершенно парень. На данный момент он еще может быть выглядеть как подросток, так как по движению немножко нескладному. Но результаты, которые он показывает, и самый главный потенциал, который можно видеть, это замечательный совершенно парень. Здесь удалось выиграть Сергея Ивлева против команды «Химки Форс». Мы играли, он играл первую ракетку. Во второй партии они оба показали высочайшую скорость, и Сергею удалось выиграть Сергею Дону и Сергея Ивлева. И мы думали, что это случайность, и, в общем-то, не ожидали этой победы. Она нам очень помогла быть уверенными в том, что мы можем одолеть «Химки». Но Анастасия Русков, которая много вкладывает в Сергея Дона как тренер, она говорит, что это его скорость, так и должно быть. И сегодня он играл последнюю игру против Вадима Искова, который играет за команду Орехово-Зуева. И они играли в три партии. В третьей партии, по-моему, 21-18. И не могу сказать, что Сергей много-много упал. Более того, выглядел совершенно замечательно. По 90-м парень 93-го года, вот Сергей Дону 93-го года, я не знаю, кто в российской сборной, но, может быть, конечно, кроме Анатолия Ярцева, сможет с Ицковым сыграть в такую игру на такой скорости, в таком вот плохом графике. Замечательно. Ну, а в остальном площадка пока. Спасибо вам за успехов. Спасибо.